йоу-йоу-йоу всем респект брат вас мародер 120 гигабайт я решил видео записать что надо видосы выпускать и тут же у нас такой классный да он не хочет продвигать канал стримеров если вы не выпускаете видео поэтому я решил записать вот такой вот маленький разговорный видос пока я еду домой сейчас возил кристину на работу и в общем-то еду домой решил почему бы не попробую такой формате я еду и разговаривают видео на самом деле стандарты ничего особенного я просто буду вам рассказывать как все плохо у нас на youtube чеки и что надо ходить на стрим не забывать меня ребята да и пожалуйста я надеюсь youtube как-то этот видос покажет большему количеству народу стабильно там типа 1 2 раза вот надо что-то такое записывать и говорит ребятки привет это я пожалуйста давайте ходить на стримы и потому что все очень плохо да последнее время все очень плохо сожалению сбывается примерно то что я вам и говорил что все становится хуже и хуже и хуже и хуже то есть наш стандарты онлайн он все меньше и меньше и меньше и меньше связано это с тем что алгоритмы только так работают то есть как бы это как снежный ком да вот тебя люди смотрят потом где-то теряется интерес может быть игр нету нормальных или просто какой-то сезон до соответствие тебя меньше людей смотрят потому что ну я не знаю там начиналась учеба там я не знаю там или или война началась да кстати вот войны прошел за этот год блять мой канал просто исходал в плане онлайн а ну раза наверное в 2 и алгоритмы youtube работают так что они видят что ты такой типа неинтересный по ходу стал да ну значит можно там меньше выдавать тебя на главное там даже тем людям которым это вроде как интересно до многих могу отписать и там и так далее и так далее и так далее и вот сейчас да если вы помните хорошие времена там с нашим онлайном в 50 человек там сейчас уже такого не бывает даже на каких-то хайповых играх когда там вот выходит там хогварт с легаси выходил выходил атоме карту у нас там 40 человек было максимум что партийника бы ни разу так и не доползли с вами чуть всем делать я не знаю ребят я делал все что могу видосы уже не помогают я выпускал видео пока был в отпуске видос тоже чуть меньше начали перформить хотя не сильно меньше но вот снимаем камерами все очень плохо даже геометрия даже боже мой который качал наш канал чуть в последнее время приуныл именно поэтому эти видосы записывайте по чуваки блять здравствуйте этому радио статус гигабайт у нас все очень плохо приходите пожалуйста я стараюсь не унывать и знать что многие постоянные зрители которые все еще ходят ко мне на стримы они уже устали слушать мое нытье да я знаю что многие которые подписаны на мою телегу кстати подписывайтесь пожалуйста на телегу ссылочка в описании это тоже важная штука почему расскажу чуть попозже и очень постоянные мои ребята которые все-таки все еще ходят на стримы да они уже устали от моего датья я сам блять устал от своего датья ребят вот не буду вам врать я сам заебался правда и к сожалению я вот на недавнем стриме на этой неделе говорил что я поймался на мысли что мне у меня больше не доставляет удовольствие стримить это не всегда так не всегда да но периодически такие плохие стримы у нас проходит в плане статистики что мне просто становится тяжело да ты смысл вообще всей этой работы стримерской заключается в том что я занимаюсь любимым делом правильно я занимаюсь тем что мне нравится я занимаюсь своим каналом на ютубе который помимо того что да сейчас у меня еще и как бы кормит поэт с кристиной и приносит эти деньги потому что вы донатите спасибо большое всем по донатить спектр и жесткие но он еще и как бы приносим мне удовольствие я получал удовольствие я же могу пойти на работу я не буду платить больше денег и точно также не получать допустим от нее удовольствие но с канал то было другое дело да мне нравилось этим заниматься это было очень здорово кстати за тряску извините пожалуйста потому что настолько дороги в болгарии дерьмо вот и короче я тут недавно себя поймал на мысли что мне тяжело запустить стрим мне тяжело запустить но я был на грани того чтобы этого не делать до чтобы типа просто не допустить стрим не просто я устал а потому что я не хочу я не хочу это делать запустил стрим какой как мы его вытянули но на следующий день был нормальный стрим и в целом эта неделя была не такая плохая как предыдущие потому что при ещё неделе было просто сущим кошмаром когда был практически кожи film был плохой практически на каждом стриме я ныл сам подобное не одобряю вы знаете прекрасно но вот так получилось и короче то грустно до становится когда твое любимое дело перестает быть твоим любимым делом и становится какой-то рутиной, потому что я запускаю до сих пор стримы каждый день и не уверен, что я получу удовольствие от этого стрима. Раньше проблемы не было, я даже не задумывался. То есть я запускаю стрим, я знаю, что будет прикольно, да, там может не будет донат, может будет донат, но мы с ним пообщаемся, поугараем, и все будет здорово. А бывает сейчас такое, что вообще там не с кем разговаривать, люди молчат, короче говоря. Остается одно дытье на этом стриме мое, что как все плохо. И это говно, потому что стримы такие быть не должны. Стримы должны быть развлекательные, я должен стримы, но мне очень сложно, мне просто сложно, поэтому я еще раз извиняюсь перед всеми, кто вынужден все мое начало выслушивать. Простите меня, пожалуйста, ребята, вы классные, спасибо, что ходите. Я постараюсь, я все еще буду стараться вести себя позитивно, я знаю, что я не профессионал, ни какой-то там супер стример, именно поэтому я думаю, что я не знаменит, потому что я не умею вести себя, как вот эти стримеры, знаешь, ты к ним заходишь на канал, они там все время что-то разговаривают, плохо у них, хорошо у них насрать вообще, они на это внимание как будто не обращают. Хотя я уверен, что каждый стример, что каждый вообще контент-кредитер обращает внимание на цифры всегда. В общем, такая вот жопа, поэтому я еще раз, конечно, всех призываю, ребят, пожалуйста, приходите на стримы, я очень вас молю просто, если вы меня не забыли, если видите, что стрим идет, зайдите хотя бы напишите привет, лайк поставьте, посидите какое-то время. Я понимаю, что весь стрим никто не отсидит, потому что если бы весь стрим все сидели, был бы у меня там онлайн 100 человек, все было бы классно. Но это так не работает, я знаю, что так не работает. Но вы заходите, не забывайте, молю вас, блядь, потому что я очень сильно заебался, я на грани того, чтобы все бросить, а мне не хочется это бросать, то есть я не хочу этого делать, потому что ну 5 лет, 6 лет жизни, ребят. Каналу исполнится 28 февраля, 6 лет, 6, я этим занимаюсь, и впервые такая ситуация, что у меня руки опускаются, и я сделать ничего не могу. Да, было плохо в предыдущем году тоже, но сейчас прямо я уже на грани. Правда, я на грани, и я надеюсь, что, сука, мы эту грань не перейдем с вами, и мы останемся, и будут стримы, и все будет дальше происходить. Это первое, что я хотел сказать, да, призвать всех ходить на стримы. Я знаю и вижу, что есть люди, которые действительно игнорируют как-то стримы, может быть, думают, что, ну, блядь, ладно, там, как-то справиться без меня. Нет, мы без тебя не справимся. Сейчас реально все очень плохо. Ходите, ребята, пожалуйста, на стримы, поддержите канал. Я надеюсь, это видео хоть как-то на кого-то повлияет, и он начнет снова там к нам приходить. Мы все еще, если вот есть какое-то количество народа, мы все еще лампово сидим, общаемся, все еще классно время проводим. Даже сейчас, даже вот эти отвратительные, сложные времена бывает такое, что действительно хороший, классный стрим у нас, понимаешь? И чем больше вас будет ходить на эти стримы, тем больше будет у нас шансов проводить именно такие стримы. Так, это первое, что я хотел сказать. Второе, ребята, по поводу блокировки Ютуба, потому что в последнее время уже очень много ходит всяких различных, замечательных слухов о том, что Ютуб все-таки заблокирует. Я не знаю, слухи ли это опять, потому что они уже год этому солят, да, что Ютуб заблокируют, и никак вот что-то не блокируют. Возможно, сейчас будет то же самое, дай бог, потому что мне совершенно не хочется приходить на другую платформу. Несмотря на все недостатки Ютуба, я понимаю, что это ужасная платформа, что она давит, унижает и просто меня размазывает. Я это все прекрасно понимаю, но я не хочу ходить на Твич, просто потому что Твич, во-первых, тоже хотят заблокировать, сейчас поговаривают о том, что там стримеры, казино рекламировать, давайте-ка нахуй, и все прикроем. Могут прикрыть Твич в том числе, да, и не хочется идти на Троу, просто потому что Троу кривожопать дерьмо, да, я восстанавливал доступ к своему аккаунту на Троу два месяца, понимаете, у меня не было доступа. Почему? Потому что у них система двойной аутентификации там супер кривая, супер тупая, короче, у меня нет веры в эту платформу, в Троу совершенно, да. Какие-то люди, типа там, то ли следователи, там сидят, удовольствие получают, все у них там классно, у них большая аудитория туда пришла, и вот они сидят, там у них все хорошо. У меня там хорошо, точно ничего не будет, новая аудитория я там точно никак не наберу, плюс я все-таки люблю делать видосики какие-то, да, и записывать чего-то там, выкладывать, и вот это вот на Троу делать просто не получится, в любом случае надо это делать на Ютубе. При всех его огромных недостатках в любом случае я хочу остаться на Ютубе. Но, ребята, если, естественно, заблокируют, я наверняка буду выкладывать какие-то видосы туда, но стримить там я, скорее всего, не буду. Где я буду стримить? Там ВК, блядь, я не знаю, Трова, Твич, если его не заблочить, я не знаю. Поэтому я всех вас очень сильно призову еще раз подписаться на Телегу. На Телегу ссылочка в описании, как и всегда, ребят. Подписывайтесь, чтобы быть на связи, да, все по стандарту, все как в начале предыдущего года. Да, у нас сейчас годовщина войны, и вот у нас сейчас те же самые слова, я говорю. Понятное дело, что блокировка Ютуба и среди вот этого всего пиздеца, который происходит, это наименьшая проблема, но, тем не менее, конечно же, для меня эта проблема будет серьезная, потому что это как, ну, типа, просто меня уволят, да, меня просто уволят, скажут, Артем, пиздуй, нахуй ты уволен, как и случилось, кстати, с большим количеством моих знакомых, которые работали в сфере IT, очень уволили, вот и меня тоже могут уволить. Я не знаю, уволят, не уволят, Ютуб сам меня увольняет потихонечку, значит, типа. Тем не менее, да, если мы говорим про блокировку, все-таки, ребят, подпишитесь на Телегу. Плюс Телеги, сейчас у нас музыкальная рубрика есть всякая, да, там всякие клипы, да, классные, которые мне нравятся. Значит, мемасики буду туда тоже выкладывать. В общем, постараюсь Телегу как-то развивать не как, типа, место, где я пишу просто, что стримучился, да, а какое-то место, где можно интересно время провести. Я вас умоляю на нее подписаться. Мальчик на меня смотрит, пока я здесь разговариваю, как на идиота, блядь. Извини, пожалуйста, чувак, у меня видос записывают, про семья. Вот этот видос, он по-хорошему просто видос для видоса, да, чтобы какое-то видео записать. Я хотел просто вам сказать, что призвать еще раз подпишитесь на Телегу, потому что давно эти слухи про блокировку ходят, и мне хочется как можно больше людей нагнать. Учитывая, что на стримах, на стримах, блядь, у меня онлайн 20-30 человек, я говорю, подписывайтесь на Телегу, подпишется один человек, да, там, охуеть. А если видос вы посмотрите, может быть, у вас больше кто-то подпишется. Я понял, что многие уже подписаны, кто подписан, респекты, 330 человек у нас там уже в Телеге есть. Большое вам спасибо, что подписались. Но остальные тоже подписывайтесь, очень вас там жду. Если есть какие-то идеи, что постят в Телеге, да, может быть, какие-то исключительно такие рубрики для Телеги делать, или какие-то мини-видосы для Телеги делать, я хуй знает, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели в Телеграме видеть, я буду очень вам благодарен и постараюсь Телегу развивать в том направлении, которое вам будет интересно. Не забывайте меня, видосики смотрите, там, если шорс видите мой, лайкайте. Я вот недавно выпустил шорс, они уже вообще не перформят. Нихуя его YouTube не закидывают в рекомендации. Хотя там мата было много, я пусть его весь и запикал, но, видимо, это YouTube насрать, что я там что-то запикал, да, видимо, он думал, о, это мата, одинаково с этим матом. Я много матерюсь, и я думаю, что это моя проблема, и YouTube меня из-за этого вообще никуда не пускает, поэтому видосики, если вы посмотрите, какие-то последние, я стараюсь вообще без мата, там, даже без запик этого мата, блядь, выпускать. Но на стримах, извините, да, на стримах, извините, я не готов там как-то урезать себя, там, стараться себя контролировать, потому что, как по мне, это будет неискренний контент. Ну вот и все, на самом деле, что я хотел сказать, ребята. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Эй, ехать будем? Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем, кто подпишется на телегу, кто придет на мой зов и начнет все-таки ходить на стримы. Большое вам за это спасибо. Сразу заранее говорю, да. Давайте попытаемся мой канал как-то возродить, с колен поднять, потому что, ну, это пиздец, то, что сейчас происходит. Мне очень-очень от всего этого грустно, я очень-очень сильно печалюсь, и мне не хочется бросать канал, вот совершенно. Верите, я надеюсь, вы мне верите, что я занимаюсь этим всем от души, и мне реально все это очень сильно нравится, но в последнее время мне просто тяжело, потому что я получал очень много негативных эмоций на стримах вместо позитивных, а так быть не должно, потому что если я получаю негатив, я даю тоже негатив. А в поэтому, ну, нету смысла тогда вести канал на ютубе, если я из человека, который дарит позитив, превращаюсь в новичного мудака, который просто плачет, как все хуево. И это мне совершенно не нравится, и я таким стримером быть не хочу. Поэтому, естественно, что я делаю, записываю такой видос, призываю всех, пожалуйста, блядь, подписывайтесь на телегу, приходите на стримы, буду всем очень-очень благодарен. Все, ребята, записал классное видео, видишь? Контент из нихуя. Спасибо, что вы смотрели. С вами был Баронер 120 гигабайт, жестких всем респектов. Йоу.